Глава МВД Иван Бахилов внес изменения в своем традиционном субботнем графике работы в эти выходные дни и осуществил внеплановый, без предварительной проработки, выезд в МРЭО номер один города Майкопа. Цель такого визита – еще раз лично посмотреть организацию работы всего функционала, сотрудников подразделения МРЭО, уровень предоставления госуслуг и оценить техническое состояние комплекса. Кому и на что строго указал министр, рассказывает Байзет Гомлешко. Начнем с того, что новое издание МРЭО с участием главы Адыгеи было торжественно открыто полтора месяца назад. Проверка внеплановая, но это предполагает оперативное прибытие на место руководителя некоторых служб. Особенность – они не знают весь перечень вопросов, а их у министра оказалось немало. Первое, на что обратил внимание глава МВД внутри здания – это на большое скопление людей без масок и несоблюдение ими дистанций. Почему многие социальные дистанции не выдерживают? Без масок так не выдерживают. Кто за этим должен смотреть? Ну сделайте объявление. Вы, кстати, тоже должны масочкой одеть. Раз в полчаса. Уважаемые граждане, соблюдайте антиковидные меры. Можно про прививки сказать. Спустя время в зале заработала громкая связь с упреждающей информацией и ситуация стала исправляться. После этого министр срочно созвал небольшое рабочее совещание. Принять участие в нем пригласили и представители строительной организации. И, как оказалось, не зря. Вот по эксплуатации здания практически два месяца прошло какие-то нарекания. Есть с вашей стороны? Архивы, вытяжки отсутствуют. Почему вы вытяжки не работаете в архиве? Не было по проекту, но мы ее сделали. В рабочие дни МРЭО в основном посещают жители Майкопа и Майкопского района. На этот раз в субботу сюда съехалось одновременно много людей. И снова вопрос министра. Почему в зале мало посадочных мест? Андрей Дославович, у вас не поднимаетесь. Какой площадь срока? Не готов сказать. Ну я помню. Да, да, да. День 4, наверное, перед последующей недели. Далее Иван Бахилов обозначил свою принципиальную позицию по организации работы подобных подразделений. Через месяц еще раз заедем, посмотрю, какие недостатки должны быть. Работать, еще раз говорю, в таких условиях должны вообще идти. Никаких нареканий в сторону сотрудников полиции не было. Несмотря на доклады подчиненных о состоянии дел по рассмотрению обращения граждан в МРЭО, глава МВД лично пообщался с посетителями. Есть у вас вопросы по качеству предоставленных государств, о времени. Если в очередь долго не стоит, можно, например, раздать. Вот с 15-го числа так было, у меня одна вся проблема. Обещают одну отдать, но она будет лучше. А что за двойник? Полный станили, научатся, дата обождение. По скорости приема документов, по скорости осмотра, все устраивает вас? Да, в принципе, нормально, в порядке живой очереди. Несколько технических вопросов оказались и в поле зрения министра. Его возмутило низкое качество некоторых строительных работ, которое выявилось в ходе эксплуатации здания. Прошу вас отнестись очень внимательно к нареканиям. Мы сейчас все выслушаем. Здание очень функционально, но из-за этого еще не зима, лето дождливое. Все вот эти нарекания, что начальник ГИБДД сразу докладывает. Либо начальник тыл не принимает решение, но мы решаем. Но мы решаем. Будем уже тогда дисциплинарное решение принимать. Позже еще одно короткое совещание. Иван Бахилов предупреждает всех о том, что указанные им вопросы организационного плана и эксплуатации здания ни в коем случае не должны сказаться на качестве оказания госуслуг. Все те, кто не примет должных мер и причем в срок, будут отвечать за это. Министр, подводя итоги своего визита, позже кратко и предметно обозначил подчиненным сотрудникам главную задачу. Правильно, граждане говорят. Современные межфункциональные здания. Но все портит вид и нечто. Все должно соответствовать. И еще о приоритетах министра. Люди, уходя из МРЭО, после получения ими крайне важной для них государственной услуги, должны чувствовать себя комфортно, ощущать вежливое и корректное обращение к ним и оставаться довольными качеством работы сотрудников полиции. Байзат Гамлешко, Вадим Агарков, Ислам Дахов и Беслан Хуаджоков специально для программы «Вести дежурная часть». 24 июня поздно вечером на плацу в МВД по республике Адыгея состоялась торжественная встреча сводного отряда полиции. 30 представителей различных подразделений ведомства и районных отделов полиции Адыгея вернулись из длительной полугодовой командировки в Северокавказский регион. В течение 180 суток наши сотрудники помогали органам правопорядка обеспечивать общественную безопасность. За все время командировки коллеги зарекомендовали себя с положительной стороны. Несмотря на поздний час, прибытие колонны с нетерпением ждали близкие, друзья и сослуживцы бойцов. Встречал отряд лично Иван Бахилов. Глава МВД подчеркнул, что ребята на высоком профессиональном уровне несли службу, что отмечено руководством временной оперативной группировки МВД России. Поддерживать вернувшихся на родину стражей правопорядка пришли и представители общественного совета Светлана Дорошенко и Азмет Хутыз. За образцовое исполнение обязанностей и благодарности главы Адыгеи и госсовета Хасы Адыгеи объявлены отличившимся сотрудникам полиции. В июне сотрудники полиции Майкопского района, которые следят за оборотом наркотиков, получили информацию о том, что неизвестные лица в районе занимаются культивированием наркосодержащих растений. Проанализировав сведения, полицейские выехали к предполагаемому месту выращивания конопли в горную лесистую местность, расположенную недалеко от станицы Безводной Майкопского района. Оперативники ГНК после нескольких часов поиска обнаружили участок, на котором были размещены шалаш и множество горшков с растениями, с явными признаками культивирования, а также внешне схожими с коноплей. Следует отметить, что сама плантация располагалась в труднодоступном месте, чтобы ее никто не смог обнаружить, даже те, кто знает эту местность. На участке в это время находился и сам владелец специализированной плантации, 41-летний житель Майкопского района. Он ухаживал за саженцами. Исследования экспертов МВД подтвердили, что изъятыми растениями оказалась конопля в количестве 150 кустов. Сейчас подозреваемый задержан и водворен в изолятор. По материалам ГНК дознанием возбуждено уголовное дело.